Дмитрий Фролов выиграл миллион рублей в конкурсе исторических проектов. Материалы для книги он собирает уже 10 лет, а теперь появилась возможность объединить все труды и, наконец-то, издать. Ученые уверены, историческое наследие надо популяризировать. Мы же совсем ничего не знаем о Старом Саранске. Своё гигантское исследование Фролов посвятил именно 17 веку. В то время здесь бушевали нешуточные страсти и, как сказали бы сегодня, кровавые разборки. Впору хоть сериалы снимай. Оказалось, что людям 17 века присущи все те же страсти, что и людям современным. Всё так же были интриги, были различные подкупы, были шумные дела. И когда многим кажется, что здесь было захолусть, здесь было какое-то незначительное место, это не так. На самом деле в 17 веке здесь кипела жизнь в прямом смысле. Дмитрий Фролов защитил диссертацию по старорусскому языку. Всеархивные рукописи он перевёл сам. Книга «Саранск 17-го столетия в документах и артефактах» научная, но написана понятными словами, чтобы даже школьникам было интересно. А ещё она очень поможет тем, кто твёрдо решил составить генеалогическое древо своей семьи. Потому что Дмитрий Фролов отыскал три сотни новых имён в истории Саранска. Исследователь проделал сложную работу с первоисточниками. Рукописные свитки плохо сохранились. То невозможно разглядеть дату, то утрачен целый кусок документа. Приходилось искать информацию в других источниках и даже в других архивах. В Самарском, Нижегородском, Пензенском и в Госархиве в Москве. Приблизить к нам 17 век очень помогли археологические находки. В 2013 году на Старопосадской улице при строительстве дома, когда копали котлован, нашли несколько, во-первых, глиняных свистулек 17 века и три курительных трубки. Вот где-то второй половины 17 века, московские работы на турецкое дело. Таких очень много в Музее археологии Москвы. То есть, опять-таки, мы знаем, что все наши служилые люди, и как дворяне, так и стрельцы, казаки, пушкари, они постоянно находились в различных посылках и государевых службах. Вот, видимо, в таких государевых службах они приобщились и к вредной привычке. 450 листов мелованной бумаги, цветные иллюстрации и подробное досье под каждым фото. Гранта едва хватило на 500 экземпляров. Но Дмитрий Фролов решил, пусть мало, но качественно. Целая эпоха перестанет быть черно-белой. Читатели увидят Саранск 17 века в твете. Олеся Плакиткина, Константин Соколов. Наши новости.